Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в субботу в студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Больше 810 тысяч татарстанцев проголосовали в первый день. По итогам вчерашнего дня проголосовало в Татарстане 27,5%. О ходе выборов в республике расскажет Салават Мухаммадулин. Сделал дело, гуляй смело. Да, друзья, это было жарко. Как в день выборов будут отдыхать казанцы, узнал Рамиль Шайдулин. Национальный проект в действии. Убиваются все бактерии полностью и уходят уже на выпуск, на долгу. Где в Татарстане вода станет чище, расскажет Рамиль Галиулин. Зеленые, свежие, свои. Успела купить воду, недешательные. В Татарстане открылись долгожданные сельскохозяйственные ярмарки. Каким урожаем готовы удивлять фермеры в этом сезоне, подробности у Натальи Мезиной. Сегодня в Татарстане второй день голосования. Накануне в республике приняли участие в выборах 27,5% избирателей. Это 810 тысяч татарстанцев. Такие данные озвучил ЦИК Республики. К слову, это самая высокая явка на выборах высших должностных лиц в регионах по всей стране. Об этом заявила председатель ЦИК России Лапамфилова. К примеру, в Иркутской области в первый день проголосовали чуть больше 8% избирателей. Напомним, выборы разных уровней проходят в 83 регионах страны. Это больше 9 тысяч избирательных кампаний. Сегодня для кандидатов и политических партий наступил день тишины. Запрещена любая агитация. Тем временем избирательные участки продолжают свою работу. О ходе выборов с точки зрения экспертов расскажет Салават Мухаммадуллин. По итогам вчерашнего дня проголосовало в Татарстане 27,58%. Это примерно каждый четвертый избиратель. В цифрах в пятницу заполнили бюллетень 810 535 человек. Напомним, в первый день досрочного голосования сделать выбор можно было не только на стационарных участках, но и на мобильных. У нас порядка 26 районов, я боюсь сейчас ошибиться, цифру уточню. Не организуют такие участки. И мы ни в один район не сказали, а почему вы так не организовываете. Это право территориальных избирательных комиссий. Основной день голосования 13 сентября. Сейчас избирательный процесс идет без грубых замечаний. Нет вообще таких обращений, которые связаны с нарушением избирательного законодательства, или с каким-то моментом, который связан с притеснением кого-то, или что-то не так сделали. Мы практически каждый час анализируем имеющиеся обращения, если они такие есть, звонки. Это подтверждают и в оперативном штабе правоохранителей. У медиков тоже все спокойно и в рабочем режиме. С избирательных участков у нас вызовов скорой медицинской помощи по указанию не поступало. Вакцинация на выборах, на тех участках, которые можно проводить вакцинацию, согласно всем необходимым требованиям, проводится без срывов. Все идет в плановом режиме. За ходом выборов следят наблюдатели. Вместе с ними за процессом смотрят и эксперты, в том числе и федеральные. Мы видим, что трехдневное голосование дает свои позитивные плоды. Общественный наблюдатель есть на всех участках. Вот история с блогерами – это ноу-хау республики, это то, что должны перенимать, конечно, другие регионы. И говоря о других регионах, в первый день голосования Татарстан – лидер по стране по явке избирателей, где проходят выборы. Сегодня – экватор трехдневного голосования. Слават Мухмадолин, Александр Лобанов, Игорь Аманов, ТНВ. Казань. Сегодня уже второй и крайний день голосования татарстанцев на мобильных избирательных участках. Уже завтра, в единый день голосования, сделать свой выбор можно будет только на стационарных. Всего в Татарстане открыты 972 придомовых участка. В Казани они работают в каждом районе. Для этого оборудованы автобусы. При входе выдают ручки, перчатки и маски. В автобусах регулярная дезинфекция. А входы и выходы в автобусы для избирателей строго разделены. По словам представителей избирательной комиссии, жители уже ценили удобство и безопасность такого голосования. В полуэтчене мы приехали, люди уже, человек пять уже стояли в очереди, можно сказать, по пути. Говорят, удобно, никуда заходить не надо, сразу по пути. Проголосовали, пошли в магазин, кто в магазин, кто на дачу, кто домой. Одного человека, ну где-то, наверное, минуты, полторы, пока оформятся вот эти антисептические меры пройдет. Потом запишется в журнале, получит бюллетени. Проголосует в кабинке. На продуманной территории, да, удобно, конечно, проголосовать, чтобы никуда ходить не надо. Вышел, по автобусу подошел, дальше пошел. Голосуют все. С восьми утра и до восьми вечера участки открыты для избирателей. Активность, несмотря на выездной день, высокая. В этом убедился Олег Ирудинов, увидев на избирательных участках и общественных деятелей, и министров, и народных артистов. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы? Вот так, немного с задором, немного с контролем, приветствует всех Марина Потяшина. Роспотребнадзор проверил все избирательные участки еще до 10 сентября. Сегодня комиссия под номером 336 сдает своего рода экзамен. В числе избирателей главный санитарный врач Татарстана. Оценка? Хорошо. Уверенно заявляю, что избирательный участок абсолютно безопасен для риска возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции. Все установленные требования соблюдаются и безукоризненно выполняются. Мобильный пункт для голосования впервые выбрал Хабир Иштиряков. Красный автобус подкатил прямо к дому председателя Совета ветеранов. Не скрывает, пока непривычно. Выборы для нас всегда ответственны на мероприятии. Мы осознанно шли к этому. Поэтому у меня единственное утвердительное, что это очень важное мероприятие. Сегодня проголосовал и народный артист Республики Салават Фадхуддинов. На избирательный участок он уже традиционно пришел с супругой. Будем ждать результата. Ощущение все. Я выполнил свой долг гражданский. Все. Душа спокойна. Кстати, сегодня день тишины. А значит запрещена любая агитация, раздача листовок и политическая реклама. А вот плакаты, вывешенные заранее, могут оставаться на месте. Главное, чтобы находились они в 50 метрах от избирательного участка. Голосует сегодня руководитель исполкома Всемирного конгресса Татар Ренат Закиров, президент Академии наук Мякзюм Салахов. А для министра культуры и Рада Аюповой выборы это особый день. Это действительно право, за которое наши предки боролись. И поэтому лишать себя права голоса, мне кажется, это вообще смысла нет никакого. Очень важно, чтобы молодые люди тоже очень внимательно относились к этому институту выборов, возможности, высказать свою позицию, чтобы относились к нему осознанно. Так сегодня голосовали политики и звезды эстрады. Избирательные участки остаются открытыми до восьми вечера. Алия Харудинова, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все дни голосования в общественной палате республики будет работать ситуационный центр. Здесь в онлайн-режиме будут следить за выборами и выходить на связь с наблюдателями из разных городов и районов республики. За ходом голосования в Татарстане следят более 20 тысяч наблюдателей. Это представители Республиканской общественной палаты, партии, кандидатов, а также впервые 100 блогеров. Отметим, что на этих выборах наблюдателей больше, чем на голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда за процессом следили около 16 тысяч человек. Сегодня наиболее отличившимся из них вручили почетные грамоты Общественной палаты России. Мы все вместе работаем на легитимность этого процесса. Показываем, как достойно все организовано в республике. А это так и есть, потому что вы это все видите своими глазами. И здорово, что есть такие неравнодушные люди, что их много в республике. Эта награда очень приятная. Огромное спасибо, что наш труд оценен не только нашей республикой, но и Российской Федерацией. Также член Общественной палаты страны Александр Малькевич посетил мобильный избирательный участок на улице Салимжаново. Как отметил федеральный гость, такая форма голосования в автобусах делает участие граждан в выборах и удобным, и доступным. Положительно Александр Малькевич оценил и татарстанскую инициативу пригласить в качестве наблюдателей блогеров. С ними он также сегодня встретился. Люди не зашоренные, вошли в избирательный процесс, блогеры. Но при этом есть такая уважаемая авторитетная площадка, как Общественная палата республики. Я считаю, это может быть сплав опыта и цифрового сознания, молодости и задора, для того, чтобы за счет этой синергии появились новые идеи, опять же, для всей страны. Моблогеры в целом открыты для аудитории, и как раз мы освещаем выборы, и весь процесс открыто, и отвечаем как раз на вопросы. То есть в процессе еще поступают вопросы от читателей, и мы открыто отвечаем, что-то показываем. После выборов на празднике в Казани продолжают готовить концертную программу с участием звезд эстрады. Все, что нужно для того, чтобы попасть на шоу, специальный браслет, который выдают каждому проголосовавшему. Он начнется в 4 вечера, но уже днем горожан тоже ждет много интересного. Что именно узнал Рами Шайдулин. Да, друзья, это было жарко. В день единого голосования в Казани снова праздник. Десятки точек на карте города, куда можно прийти сразу с избирательного участка. Главные торжества в этот день будут происходить здесь, у Акбарс-арены, где уже в полдень А начнутся фестивали и Б заработают всевозможные площадки. Ведь территория будет разделена на несколько тематических зон. Например, на одной, татарскую классику, будут читать известные писатели. На другой, в литературном баттле, склеснутся молодые литераторы. Интерактивная программа на стадионе будет насыщенной. Здесь и киберспорт, и площадка экстрима. Кроме этого, с 12 и до 6 вечера казанцев ждут активные игры и даже мастер-классы по танцам. Принять участие будет нетрудно. Достаточно специального браслета. О событии вечера концертная программа. По традиции она состоится здесь же, у стадиона. Если приглядеться, то видно, что сцена уже почти готова. Выступающих много. Многие звезды первого дивизиона. Хор турецкого Нюша, Анвар Нургалеев, Клава Кока, Гузель Уразова и Валерия. На сцене будут топовые артисты татарстанской и российской эстрады. После салют. Рамиша Айдулин, Ишан Мухаммедов, ТНВ, Казань. 94% многоквартирных домов Татарстана готовы к отопительному сезону. Об этом на совещании в Доме правительства доложили Рустаму Миниханову. Также по сообщению Минстроя годовой план по строительству жилья выполнен на 65%. В эксплуатацию введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья. По госпрограмме жилищные условия улучшат 728 семей. Продолжается работа по строительству и капремонту объектов здравоохранения, культуры и спорта. По программе индивидуального жилищного строительства планируется возвести свыше 10 тысяч домов. Примечательно, что по этой теме для строителей республики организовали специальные обучающие курсы. И, как оказалось, не все смогли пройти экзамен, а в ряде районов и вовсе не смогли набрать учебной группы. От профессионализма наших специалистов зависит качество нашей работы. Но это же не какая-то прихоть. Раньше у нас политчаст был, и то, что-то полезное мы там получали, марат в лечебе. А здесь это чисто профессиональные навыки, которые каждый день нужны в работе. Также Рустам Миниханов заострил внимание руководителей министерств и ведомств на вопросах, которые поступили от жителей республики в ходе его прямого эфира. Рустам Миниханов отметил, что только по горячей линии поступило порядка 700 звонков, почти столько же через социальные сети. Много обращений было по качеству дорог, транспортной доступности, благоустройству, вопросам с местами в школах и детских садах. Руководству министерств и ведомств поручено максимально ответственно подойти к решению всех поставленных задач. Национальные проекты в действии. В поселке Васильево завершается второй этап реконструкции очистных сооружений. На объекте построили новые здания, заменили трубы и насосы. В планах увеличение мощности в полтора раза. Проблема сточных вод стояла давно, говорят специалисты. Старое сооружение не справлялось с объемом. Рядом активно застраиваются Салават Куперея, Васильево и другие населенные пункты. Все по федеральному проекту оздоровления Волги, национального проекта экология. Рамиль Галюлин продолжит. Это очистные сооружения поселка Васильево. Сюда ежедневно стекаются отходы со всех окрестностей. Ремонт был необходим, говорят специалисты. Соседние населенные пункты активно расширяются. Это и 30-тысячные Салават Куперея, а также Васильево, Осинова, Юдина и другие поселки. Реконструкция проходит в два этапа. В первом этапе мы сделали нормальную очистку, добились. Сейчас на данный момент производится реконструкция. Получается, это будет второй этап. Мы повышаем уровень, количество стоков повышаем, так как Салават Куперея расстраивается. Количество стоков увеличивается. Здесь обновили лаборатории, возвели новые производственные здания, отремонтировали иловые площадки. Также переложили трубы и заменили насосы. Мощность этого биологического очистного сооружения 8 тысяч кубометров в сутки. Но после завершения второго этапа реконструкции будет 12 тысяч. Этого вполне хватит для потребностей близлежащих поселков. Планируем реализовать 6 миллионов квадратных метров жилья в рамках этой программы, в рамках застройки Большого Зеленодольска. Сможем принимать стоки не только существующих населенных пунктов, там Ореховки, Осинова, Салават Купере, Васильева. Мы сможем и принимать стоки вот этих новых реализуемых объектов. После нескольких этапов фильтрации бытовые источные воды, которые попали сюда, полностью безопасны. Все благодаря новым степеням очистки, механической и биологической. Это ультрафиолетовые установки. То есть там стоят лампы ультрафиолетовые, через них поток воды приходит, проходит через ультрафиолет, убиваются все бактерии полностью и уходят уже на выпуск на Волгу. Апгрейд очистных стал возможен благодаря национальному проекту «Экология». Объект реализуется в два этапа. Первый пусковой комплекс стоимостью 470 миллионов рублей реализован за счет средств республиканского бюджета. Второй пусковой комплекс стоимостью 176 миллионов рублей реализуется с привлечением федеральных средств. В этом году в Татарстане по национальному проекту «Экология» работа начата на пяти отчистных сооружениях, что к 2024-му должно сократить долю загрязненных сточных вод в Волге в три раза. Рамиль Галиулин, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня в республике начались долгожданные сельхозярмарки. Это огромная поддержка как фермерам, так и покупателям, ведь они встречаются без посредников. Цены при этом ниже, а качество лучше. Какие продукты первым делом улетели с прилавка после долгого периода самоизоляции, успел увидеть Наталья Мезина. Берем? Берем. Именно так. Быстро и решительно. Где-где, а на сельхозярмарках с выбором тянуть нельзя. По цвету. Красивые, светлые. За говядиной у фермера Айрата Раимова очередь с 4 утра. Килограмм за 290. С такой ценой спрос точно не убудет. 120 килограмм уже продали с утра. Хорошо. Это да. Народа много. Кому белок в мясе, а кому в грибах. Бебенур Каримова из белых клыков выращивает шампиньоны сама. На ярмарке они популярны уже пятый год. У нас очень много работников. Ночью собираем, потому что здесь работа начинается. 5 часов уже места занимаем. Разноцветочный, лесной, липовый. Пожалуйста. Мед, вырезка, индейка, молоко, сыры, яйца, крупы. Натуральные продукты на любой вкус и аппетит. Отведать татарстанские продукты зимфира Ашербакова приехала аж из Тюмени. Мне кажется, здесь свежее. Я и в своем городе только на ярмарках беру обычно. И таких преданных покупателей здесь сотни. Рыбки, колбаски, лынки беру. Помидоры купила, вот муку купила. Кошу ничего еще пока. Успела купить, вот, недешательное. Вот стою, хочу приобрести вон кур. Самым ходовым товаром на рынке всегда было зерно. Вот и сегодня городские покупатели буквально мешками забирают пшеницу, овес, ячмень для своей скотины. Например, вот с этого Камаза 6 тонн зерна разлетелись буквально за 2 часа. Только за эту субботу по всей республике на ярмарки завезли 128 тонн картофеля, 100 тонн овощей и 15 тонн молока. После пандемии мы даже сами как-то были не уверены, что сегодня наплыв такой будет. И мы так рады, что сегодня вся продукция идет, как бы сказать, на ура. Долгожданные ярмарки в Татарстане на 14 площадках в Казани, а также в набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе. Цены завышать нельзя, а вот уступать, пожалуйста. Звезти мне они. Закупиться натуральными продуктами теперь можно на каждой неделе. Ярмарки будут проходить по субботам вплоть до Нового года. Наталья Мизина, Ренат Сафин, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, ТНВ, Татарстан. Песни на татарском языке сегодня звучали в Санкт-Петербурге. В северной столице страны прошел большой праздничный онлайн-концерт. Его провели в рамках фестиваля Дни татарской культуры и посвятили столетию ТССР. В программе выступления заслуженных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме этого, татары, проживающие в северной столице, провели интерактивную экскурсию по историческим памятным местам Санкт-Петербурга, связанным с историей татар-региона. На телеканале Шаян ТВ стартует второй сезон музыкального фестиваля «Сайлен». Это конкурс для детей от 6 до 15 лет, которые исполняют песни на татарском языке. Уже прошли отборы в полуфинале 12 юных певцов. Сегодня стартовали телевизионные съемки этого этапа. Как из тысячи заявок выбрали лучших и когда фестиваль можно будет увидеть на экране телевизора, расскажет Вероника Ганудинова. Ислам Менгазов лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Большой опыт на сцене чувствуется сразу. Уверенное исполнение и правильно подобранный репертуар. И вот он в полуфинале. Сегодня юный певец исполнил песню про родную республику. Мы живем в Татарстане, поэтому у каждого певца должно быть в своем репертуаре. О репертуаре хоть одной песне, посвященной Татарстану. Им всего от 6 до 15 лет, но это уже подготовленные артисты. Знают, как должны выступать на сцене и даже к себе относятся критично. Я еще мало выступаю, я себя неуверенно чувствую на сцене и волнуюсь сильно. Одно из главных требований исполнения песен на татарском языке. Проект направлен на развитие и сохранение татарской культуры. Число заявок на конкурс около тысячи. Говорит о его востребованности. 32 участника были отобраны жюри. После месяца лучших из них голосовали татарстанцы на сайте канала Шайян ТВ. И вот теперь в полуфинале 12 участников. Их выступления оценивают профессиональные артисты. Подготовленность вообще на 100%. Костюмы сами красивые, дети талантливые. Выбирать трудно. Всегда обращаю внимание на вокал, на правильную позицию, на правильное дыхание, выбор репертуара, как себя подает участник. То есть это все вкупе очень важно. Фестиваль помогает и юным талантам раскрыть свои способности. В финал попадут 6 участников. Для них будут проходить мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. Мне кажется, любой ребенок после этого проекта, он уже не будет обычным. Он уже будет намного на ступеньку выше. Это уже хороший старт для творческой карьеры. По прошлому сезону мы можем сказать, что были и есть они дети, которые уже прям поют на больших сценах. Фестиваль телевизионный, поэтому выступления юных артистов можно увидеть на канале Шаян ТВ. Каждую неделю по воскресеньям. Первая программа 4 октября. Вероника Гуинозинова, Ренат Сайфин, ТНВ, Казань. Итак, сегодня второй избирательный день в республике. Мы продолжаем держать вас в курсе событий. А в воскресенье с 8 утра каждый час для вас будут спецвыпуски. Не пропустите. А на этом у нас все. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Данил Мастер с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода. 13 сентября на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево под влиянием солнечного антициклона будет малооблачно и без осадков. Потеплеет. На северо-востоке, в Нижнекамске, на бережных Челнах, Елабуге также будет комфортно. Осадки не прогнозируются. Температура высокая для этих дней сентября около 19 градусов. Без осадков будет и в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Комфортно и тепло плюс 18. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси такая же синаптическая ситуация. Осадки маловероятны и повышенный температурный фон днем. А ночью 5 градусов со знаком плюс. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске, небольшая облачность, но без осадков, около 21 градуса тепла. Теплые воздушные массы подарят жителям центральных районов Татарстана еще один комфортный и теплый день. С понедельника ситуация изменится. Небо затянет облаками, пройдут дожди и похолодает. И еще одна полезная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке, говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Мечта о своей квартире станет реальной в жилом комплексе «Город-парк. Новые горки» от строительной компании «Грань». Квартиры с качественной чистовой отделкой в кирпичном доме. Телефон отдела продаж 2-677-677. В воскресенье в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 9, днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 55%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна интересная информация. Чтобы экономить на такси, переходите на «Диди». Новый сервис для заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение или закажите поездку по телефону 210-400. Чтобы экономиться на такси, переходи на «Диди». Скачай приложение или закажи по телефону.